Приветствую зрителей данного канала, с вами снова я Санжи, сегодня мы продолжаем рублику декораций, да, наконец-то. И хэй, смотрите, я снова на бэдке. Ладно, что ж, поехали. Вот какие вещи нам пригодятся для первой декорации. А, да, кстати, забы сказала, сегодня будут декорации для вашей крепости или замка, или... Крепости или замка, да, в общем. Раз. Два. Три. Затем сюда люк из дуба, сюда люк из дуба. Раз. Два. Три. Можно даже, в принципе, еще на один влог, да, продлить. Так, вот таким вот образом. Например, вот так. Тебе, ладно, в принципе, можно оставить так. Такс. И получаем вот такую вот пушку. А также, бонус, а также еще одна декорация. Сюда базальт. Люк из сосны. И вот такая вот бочка с пушечными ядрами. А также вы можете сделать пушечные ядра с помощью черепов, скелета и сушителя. Вот такая вот самая простейшая первая декорация. Идем далее. Вот какие вещи нам пригодятся для следующей декорации. Так, сюда ступень. Сюда плиту. Блин, я забыл взять плиту из... Вот все. Сюда люк из сосны. Два люка из дуба. Затем сюда ступень из булыжника. Затем сюда цепь. Затем сюда ступень из древесины сосны. И сюда то же самое. Раз, два, три. Затем раз. Сюда люк. Сюда люк. Затем сюда цепь. И сюда цепь. И мы получаем вот такую вот баллист. Я надеюсь, что вы у меня подписчики и люди образованные. И знаете, что это такое. А, ну, для тех, кто не знает. Вот прямо сейчас вы можете видеть изображение и страницу из Википедии. Идем далее. Вот какие вещи нам пригодятся для следующей декорации. Это у нас будет пушка. Но она уже будет функциональная. Делаем все то же самое. Сюда точно так же люки из сосны. Только здесь мы уже ставим наблюдателей. Так. 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 Ну, да, как-то примерно... Да, вот так хватит. Так, и затем раздатчик. Так, я забыл взять раздатчик. А, я еще забыл взять огненные шары, черт. Ох, теперь продолжаем. Так. Сюда раздатчик. Заряжаем наши снаряды в него. Сюда рычаг. И палим по врагу. В прямом смысле слова, палим. Я знаю, что с такими шутками уже все выключили ролик. Ладно, идем далее. Следующая декорация будет скорее для вашей... Ну, ну, скорее всего. Ну, короче, казармы, в общем. Так, значит, сюда ставим эти... Люки из сосны. Раз. Затем... Затем... Сюда... Два... И сюда, затем три. В принципе, вы можете ставить в ходе 100 таких штуковин. Вот. Затем сюда ставите стойки из брони. Вот таким вот... А, нет. Не таким образом. Да, в общем. Продолжаем. Так, значит, ставим вспомогательный блок. Я сказал... О, господи... Ладно, понял. А, в общем, ставим вспомогательные блоки. Затем сюда стойку для брони непосредственно. Затем ломаем эти блоки. И затем уже сюда заставляем... Сюда уже ставим люки. О, супер. Ну, в общем, прописываем команду. Слэш. Сэмон. Сэмон. Армор. Армор. Тент. О, вот таким вот образом. И далее сюда все то же самое. Слэш. Сэмон. Армор. Сэмон. Так, далее. Затем мы выставляем в ровные позы. Вы их также можете по всякому крутить, вертеть. И далее одеваем на них что-нибудь, не знаю. Это вообще на ваш взгляд. И далее можете поставить стол лучника. На него рамку. И, например, арбалет. Ладно, в общем, идем далее. Опа, ну, что это за странная емка. Ладно. И так, что ж, следующую декорацию я вам рекомендую поместить на вершину своего замка. Это у нас будет флаг. В принципе, флаг вы можете сделать, ну, не знаю, там, на свое усмотрение абсолютно любой. Любой. Так. Ну, я как бы сделаю свой. Да, кстати. А, в принципе, с ним забыл. Где? Так, стена. Так. Так. Так, значит, мы все продолжаем. Вот, и, в принципе, на верхушку вы можете поместить абсолютно любой флаг. Ваза может отличаться от моего. Ладно, в общем, что ж, идем далее. Итак, что ж, для следующей декорации именно это будет еще один вид пушки. Так. Напомню, наблюдатель. А, так, я также забыл взять эти раздатчики. Такс. Раз, два, три раздатчика. Это все дело мы должны соединить ряд с Толном. Вот таким вот образом. Да, кажется, со мной. Вот, затем наблюдатель. Так, точнее, знаете, даже лучше будет. Так. Вот так, да? Наблюдатель. И затем еще один. Так, не так. Да, блин. Это как поставить. Вот таким вот образом. Затем поршень. Липкий. И рычаг. В общем, вот так это все дело должно работать. И затем заряжаем огненные шары. Даже давайте побольше возьмем сейчас. Такс. Да, еще. Да, затем можно зарядить еще. И затем включаем. И вот так вот беспрерывно палим по врагам. Вот такой вот полумеханизм. Идем далее. Итак, вот какие вещи нам пригодятся для следующей декорации. Можете по-всякому там накидать железную решетку, шипы. Ой, то есть рычаг там. Еще забор. Там решетку. Рычаг. В общем, по-всякому можете накидать. И получаете вот такие вот шипы. Есть еще второй вариант. А именно с помощью мертвых роговых кораллов. Можете даже и по-всякому накидать. Еще можете даже скомбинировать с паутиной. Да, конечно, это выглядит более стройно, тем не менее. Ладно, в общем, такая простая декорация. Идем далее. Итак, следующая декорация у нас будут бревна. Представьте, что это какая-нибудь стена, например, моего замка. И на меня там идут враги какие-нибудь. Такс. Делаем вот таким вот образом. Затем сюда люки из сосны. Такс. Типа это у вас одно бревно, которое еще не выкатили. И вот типа у вас бревна катятся на ваших врагов-противников. Можете их там накидать. Ладно, в общем, идем далее. Итак, вот какие вещи нам пригодятся для следующей... Так, я взял не тот камень. А то сейчас еще наспавнится чешуйница. Все, продолжаем. Итак, в общем, вот что нам пригодится для следующей декорации. Это у нас будут колючие шары или три... Короче, они... Все, я не обязан знать, как они называются. Я забыл. Вот вы можете прямо сейчас увидеть у себя на экранах, как они правильно называются. Такс, в общем, делаем вот такую вот конструкцию. Как показано на видео. Вот таким вот образом. Так. И затем здесь цепи. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. И вот такая вот немного странноватая, но декорация у нас получается. Идем далее. Это... Конечно, на ужин. С ряда фантастики. Но все равно. Я... Я просто... Я не знаю, ребят, зачем я ставил. Ладно. Вообще. Я взял петру лавы. Вообще. Это у нас получается... Короче... В общем, вот такая вот ловушка тоже, типа... Чтобы облить ваших противников лавы. Я не знаю, существует ли оно в реальной жизни, но... Я не знаю, зачем я ее добавил. Ладно. Идем далее. Так же еще для вашего замка есть два типа освещения. Воронка. Костер. Люки из цесны. Это первый тип. А еще есть второй. Наковальни я также забыл взять эту. Огнево. Так. Огнево. Огнево и... Огнево и... Камень. Так. А, блин. Я забыл, как он называется. Камень Нижнего Мира, вроде как. Да. В общем, да, продолжаем. Камень Нижнего Мира поверх нее ставим. Затем все это мы огораживаем руками из сосны. Как показано на видео. И поджигаем. Мы тоже получаем вот такой вот... Как бы вид освещения. Ну, а теперь... Спасибо за просмотр, ребят. Кстати, лайк и подписывайся на мой канал. Ведь я уверен, что... Вот те, кто сейчас смотрит это видео, еще не подписались. Ведь меня аж половина смотрит без подписки. Я надеюсь, что для вас это очень легко. Нажать на одну кнопочку. Также оставляйте комментарии, где вы можете рассказать то, что мне понравилось. Мне будет очень интересно почитать. А также, ребят, очень секретная легенда. Если этот ролик наберет 14 лайков, то я построю крепостную стену. Да. Ну, а с вами был я, Санж. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok